Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, чем интересен новый политический сезон, говорим с политиком-экономистом Петром Свойко. Петр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы вначале процитировать отечественные СМИ. Генпрокурор Казахстана просит вернуть конфискованное у Раскалиевых и других членов ОПГ. Раз. Генпрокурор считает, что было конфисковано имущество, нажитое честным трудом и никакого отношения к преступной деятельности не имеющее. К слову, перечень такого имущества составляет десятки страниц. Ну, понятно, что здесь не без иронии было написано. Вообще, раньше казахстанские СМИ, наверное, себе такого не позволяли выступать открыто против генпрокуратуры. Что изменилось в последнее время? Ну, действительно, подступает новый политический сезон, причем на фоне обостряющегося экономического кризиса. Вот мы весной пережили коронавирус и падение нефтяных цен. Лето как-нибудь вот такое оно промежуточное. К осени начнет усугубляться уже не карантин, а борьба за нефтяной рынок вообще с экономикой начнет становиться все так пожестче, скажем так. Вот. Но выборы в Сенат они в этом году, в августе уже назначены, а выборы в Можилис, если по Конституции они весной следующего года, тоже недолго осталось. К весне лучше станет? Нет. К весне точно хуже станет. Будет. И весна не последняя в этом смысле. Вот. Ну, по традиции можно было бы начать объявить выборы досрочным и поскорее их провести. Ну, времени не хватает, а потом не на что менять. Вот дело в том, что президенту Такаеву вообще не на что менять ни кадры, ни экономическую политику. Это захлебывается экономика, вывозная такая экспортно-сырьевая, а другой нет. Вот он говорит о новом экономическом курсе. Ну, понятно, что это евразийский экономический курс, но такого курса тоже еще пока нет. Он еще тоже должен быть созреть. Вот. В общем, надо терпеть, ждать. А жизнь-то берет свое, и начинаются пока небольшие раскачки внутри, ну, скажем так, не совсем демократической, прямо, скажем, немножко клановой. Вот. Немножко олигархической, а может, и не немножко системой. Вот. Ну, и, например, вот если верить этой информации, ну, а почему бы не верить официальный, что называется, сайт, не из последних в Казахстане. Вот. Если верить, то получается так, что генпрокуратура говорит о том, что вот ему неправильно экспроприировано, вернее, как конфисковано, неправильно конфисковано у честных людей. Ну, его же сначала конфисковали. Вот. А, значит, прокуратуру тоже было при тех делах. Вот. И, наверное, вполне обоснованно доказывали, что правильно конфисковали, и не у совсем честных людей. Шатает. Шатает нас. А на что опираться власти? Особо не на что, потому что она все-таки замкнута на себя. Очень в большой степени замкнута на себя. И правоохранительная система замкнута на себя. Вот. На, что называется, широкие народные массы не опирается. Выборы есть, но их рисуют. Партии есть, но они искусственные. И вот достаточно сложное такое перетранзитное положение. Старое отживает, новое еще не готово. Приходится терпеть вот в таком промежутке. Повторю фразу «нажитая честным трудом». Мне интересно просто, кому это все рассказывается? В нашей стране можно нажить честным трудом миллиарды? Вот в вашем вопросе ключевые слова – это кому это все рассказывается? Самый интересный вопрос. Ну, насколько там честно, не честно? По-нашему честно. Вот. По нашим правилам все было честно, когда зарабатывали, и теперь у них честно отнимают, а в следующий раз пересмотрят и опять будет честно. У нас правила такие. Вот. У нас же кто выносит решение о честности или нечестности? Не мы с вами. Выносит, как полагается, институты. На это предназначенный суд, та же генпрокуратура, следственный комитет и так далее. Ну, первый раз, что ли, когда то так, то так, а потом и наоборот. А вот эти вот слова, кому жалуются, они вообще самые такие супер. Вот. А действительно, кому жалуются? Ну, друг дружке жалуются. Так они это все очень хорошо знают. Вот. Самое интересное, что им не только сейчас важно получить решение каких-то официальных государственных органов, но важно и создать определенное мнение в обществе. Ведь это же не один пример. Посмотрите, Ермурат Бапи рассказывает какую-то информацию о том, кому принадлежит партия ОСДП, например, о том, откуда поступают финансы, о том, какие внутренние игры ведутся в Казахстане. Ну, и вообще, если посмотреть на информационное поле, то здесь, то там сливается информация. Вот еще очень такой красочный пример. Брат Ислана Мусина сначала пожаловался на своего брата, а потом публично попросил прощения у него и Бергея Раскалиева, против которых он какую-то информацию тоже сливал. А вот мы же на какую-то часть современное общество, даже, ну, скажем так, на половину и даже на большую половину, мы современное общество. У нас реально есть информация, средства массовой информации, социальные сети, действительно есть апелляция. А для чего? Вот к нам апеллируют, нам рассказывают. Вот честно нажили, не честно нажили. Ну, это действительно жалуются нам. Неправильно. Мы же должны, вообще-то, каким-то образом реализовывать вот это знание. Ну, вообще, в современной системе это надо идти на избирательные участки и голосовать. За политические институты, за политических лидеров. Вот. У нас, да, есть право пойти, и вот скоро, скоро выборы в мажориз, пойдем, проголосуем. Вот. А результаты нарисуют, потому что вся система построена на том, что голоса не столько считают, сколько, как говорится, выводят по заранее заданным лекалам. Вот. Ведь у нас же была мощная оппозиция, сейчас ничего нет. Почему? Когда оппозиция возникла? Когда власть еще не была насыщена вот этими нефтедолларами, когда у достаточно серьезных ребят уже при власти, при деньгах, при медиаресурсах, при своих банках возникло впечатление, что они могут либо действующего президента вообще заменить, либо, по крайней мере, диктовать ему свои условия. Ну, под демократическими лозунгами, конечно. А президент, который очень хорошо понимал природу такой демократии, у него была задача доказать им, что он не сменяем, и что никаким образом не внушаем, и чем больше ты на него будешь давить, тем тверже он будет становиться. Вот. А тут еще и нефтяные цены очень сильно помогли. Там с нулевого, где-то до седьмого, до восьмого годов, система очень сильно насытилась этими деньгами. Вот. И что получилось? Президент блестяще доказал, что ни щелочки в этой так называемой демократической избирательной системе нет. Не только ты не можешь быть кандидатом в президенты, тебя просто не пустят туда. Но у тебя, у этой оппозиционной партии, ни одного мандата не будет, не только в Мышелисе, в Маслихате тебя туда не пустят, и в избирательную комиссию тебя туда не пустят. Было блестяще-то доказано. Оппозиция, когда поняла самые упертые лидеры, которые считали, что они-то уже будущие президенты, когда они поняли, что все, ничего не получится, оппозиция исчезла. Вот. То есть политическая система вроде бы есть, партии типа есть, и выборы есть. А круг замкнулся. И вот получается, что обиженные оттуда начинают жаловаться нам с вами. Правильно отняли, неправильно отняли? А мы говорим, правильно отняли. Нет, неправильно отняли. Но мы же должны как-то эти свои мнения выражать. А тут пока тупичок. И это тоже вот задача нового президента. Какие-то нужны развязки, потому что следующие выборы, вот вы спросили, какой будет новый политический сезон. Я скажу, он будет скучный, он будет вялый, потому что никакой замены нет. Будет доживать эта экономика и эта идеология, а новая, к великому сожалению, будет формироваться только на фоне развала, упадка, уже непреодолимых трудностей. Но, к сожалению, жизнь так устроена, по-другому не бывает. Но на самом деле ситуация получается очень смешная. Люди как-то между собой борются, клановые или поодиночке. Люди преследуют какие-то политические или свои личные экономические цели, отжимают друг у друга предприятия, партии, какие-то интересы свои защищают. А потом жалуются кому? Общественности. Нам с вами. То есть просят помощи у той самой общественности, у которой эти миллионы и миллиарды были, по сути дела, украдены. Почему украдены? Ничего не украдены. Присвоены в силу статуса, ранга. Вот в феодальной системе что, феодал воровал, что ли? Феодал получал, присваивал принадлежащие ему по праву. Если человек занимает какую-то должность и вне рамок своих служебных обязанностей вольничает и присваивает, как вы говорите, то это уже нарушение закона. У каждого общественно-политического строя, исторического в конце концов строя, есть свои правила. Вот, например, то, что в школах, в учебниках пишут рабовладельческий строй. Это же на самом деле военный строй. Значит, вот возьмем империю Чингисхана или Рим, или Александра Македонского. Это все народ-армия. То есть население это, мобилизованное на войну. Во главе стоит главнокомандующий. Национальная идея – захват, завоевание. Феодализм – это примерно армия вне военного времени. Там сословия. Дворянство, духовенство, там, мещане, горожане, воинское сословие. И тоже субординация. Значит, если ты входишь в это сословие, то ты старше вот этого, но ниже вот этого, соподчинение и всякое такое. В капитализме там придуманы политические партии как институты, собирающие мнение снизу и транслирующие его наверх во власть, но не через этносы, кланы или там сословия, а через политический интерес. Что у нас? У нас вообще, понятно, что капитализм, но он периферийный, назовем его феодальный, родоплеменной, клановый и так далее, и так далее. Все это есть. Ну и партии у нас какие? У нас есть одна сословная партия. Вот откровенно, явно сословная партия. Называется Нур-Атан. Кто в Нур-Атане? В Нур-Атане крупные чиновники, причем он по должности, вот феодал в данном регионе, он одновременно и глава церкви и так далее. Вот у нас так же. Если это администратор, назначенный сверху, то он одновременно и начальник партии Нур-Атан. У него в подчинении чиновники. И партия Нур-Атан – это партия чиновников. И плюс там еще есть крепостные, называются врачи-учителя, то есть бюджетники. Если ты хочешь быть на хорошем счету, ты должна или должен быть в партии Нур-Атан и какие-то взносы должны с тебя копеечные, но должны собираться. Ну какой-то привластный бизнес, который обязательно нужен при власти, это тоже может быть в Нур-Атане. А вот представить себе просто нормального человека, свободного, и вдруг он член партии Нур-Атан. Вы такое себе можете представить? Нет, конечно. Чисто сословная партия. У нас переходный период. Скажем, те же народные коммунисты, если бы они были более внятные, они мямлят, они не коммунисты, а непонятно что. Если бы они были более внятные, но даже сейчас у них есть реальные сторонники, они туда вступают не за должность и думают об этой партии. То есть мы в переходном периоде, нам нужны современные политические институты, они у нас пока такие больше. Но про коммунистов, мне кажется, вы сказали ключевую фразу. На самом деле они и не коммунисты. Они не коммунисты. И если коммунисты понимают, что они не коммунисты, то, соответственно, и действовать они не могут. Оказываются в подвешенном состоянии. Они пытаются что-то, Айкен Конуров более-менее правильные вещи говорит. Половинчатые, робкие, более-менее правильные. Но это единственная партия, которая пытается что-то такое сформулировать идеологического плана. А, виноват. Акжол тоже. Ну, Акжол – это казахские националисты и одновременно компрадоры. Откуда пришел Азад Пирошев? Из гражданской партии. Чисто компрадорская организация. Вот. Они, вот тебе, пожалуйста, у них есть идеология. Значит, голодомор. Декоммунизация. Они знают, что нужно развалить и что нужно переосмыслить. Но они не говорят, куда нужно двигаться. Они защищают нынешнее. Оно отживающее. Они же не могут сказать, что оно отживает. И они не могут сказать, мы отрекаемся от своего национализма и компрадорской сути. Они даже про национализм и про компрадорство свое не могут вслух сказать. Они говорят о Шаралык и они говорят о декоммунизации. Вот. Вполне очевидная позиция. Наши невнятные коммунисты, кстати, вообще должны были бы возмутиться и устроить в парламенте настоящую разборку по этому поводу. А они скушали, что называется, такой наезд на них же. Но ведь на национализме, даже на национализме правильном, демократическом, осмысленном, нельзя построить, нельзя вывести страну из кризиса, в котором мы оказались. Ну, тут штука непростая. Понятно, что национализм в Казахстане не просто есть, но и во многом играет основополагающую роль. И если вообще казахи не будут отвечать за свою собственную государственность, то кому вообще отвечать. С другой стороны, понятно, что чисто этнический национализм, у нас вся власть этническая, чисто этнический национализм, это архаизм, и он по-современному не работает. С третьей стороны, есть, конечно, проблема, что казахская национальная, этническая государственность, вот она у нас на глазах, там же ни одного человека во власти, в реальной власти нет ни казаха. Вот, она одновременно получилась компрадорская. Ну, никто не виноват, так случилось в то время, но получилось так, что власть у казахов, а экономика у иностранцев. Вот. И с этим тоже что-то надо делать, и прежде всего казахам, потому что остальные, вот, это моя страна, но это не моя государственность, так, как она сейчас построена. Ну, и играйте в свои игры, а мы с вами будем, вот, как очень заинтересованные граждане, любящие эту страну, патриоты этой страны, но отнюдь не патриоты власти, мы вынуждены просто, вот, высказывать свои мнения, пожелания, что, конечно, надо вот этот казахский национализм армировать не казахским элементом, но казахскость должна остаться в основе, иначе все просто расплывется. Вот. Не должно, кстати, вот, я хотел сказать, не должно быть крайностей. Если в Казахстане есть полис, объективно есть полис, националистический, и сомкнутый с компрадорством, вот так же, это же реально, это жизнь, многие в эту сторону смотрят, и на это опираются. Есть другой полис, который сейчас невнятный, полувразумительный, называется народные коммунисты, но это идеологические полюса. Какая-то истина должна быть посередине. Ну, посередине сейчас облако в штанах под названием Норатан, у которого нет своей идеологии, и своей программы нет, своего лица нет, своей кадровой политики нет. Но Ратан, он вторичен, он идет за исполнительной властью. Не он диктует власти, что надо делать, а он повторяет. Правительство нарисует программу, но Ратан будет ее повторять. А у кого сейчас есть свое лицо? Ведь раньше называли Казахстан страной одного политика, а теперь? Он и есть один политик. Его фамилия Назарбаев, сейчас его фамилия Такаев. Вот. Такаев один политик, у нас других нет политиков, и это... Никого не надо за это ругать. Это, ну, то, что получилось. Вот. И надо как-то создавать эти вот полу... Ведь наши партии, они наполовину же реальные партии. Вот. Только наполовину, но они же реальные партии, а других у нас нет. И их надо наделять каким-то важным смыслом, и прежде всего надо учиться, страшно сложная штука, учиться проводить выборы без фальсификаций. Вот испытания для власти. Власть тоже понимает, что нужно что-то перестраивать, поэтому и, наверное, родила такую идею создать оппозицию. И те, кто сидел на высоких креслах много-много лет, вдруг очнулись и заговорили о том, что теперь можно говорить вслух. Так нет же оппозиции. Все попытки, иногда даже с подачи власти, вот с ОСДП что-то пытались сделать. Ведь когда Касанов пошел на президентские выборы, предполагалось же, что он не провалил, понятно, что не выиграв, но и не провалив их, ну, очень плохо получилось. А вот если бы он просто, как говорится, достойно проиграл, он бы должен был стать председателем ОСДП, и у ОСДП был бы шанс, вернее, был бы пропуск, скажем даже так, предположим, был бы уже заранее пропуск в парламент, вот. Но не получилось. То ли Касанов, сам Амиржан очень неудачно слился, то ли его заставили слиться. В общем, как-то некрасиво получилось. Вот. Попытались через БАПИ, получилось еще более криво. Для чего-то Бергейр и Скалеева включили в этот проект, причем мало того, что включили, так еще и показали. Фотографии в Лондон съездили, сфотографировались, зачем. Вот. И вот, пожалуйста, из этого партийного проекта ничего не получилось. Где-то там сейчас ОСДП болтается, и уже толку не будет, потому что, ну, слишком потрепали вот в этих перипетиях. Вот. Придется использовать на этих выборах уже те партии, которые есть. И если даже попытаются что-нибудь придумать, ну, например, вот АУЛ. Абсолютно никакая партия, но это же АУЛ. На одно только слово вообще люди будут реагировать. И дай этому АУЛу реальную программу возрождения села. Это же супер была бы партия. Но опять же, для этого надо... Для этого надо рискнуть. Для этого нужна личность, политик. Да даже и политики бы, и личности бы нашлись. Просто сейчас сама система себя вытоптала, вот, затрамбовала. И очень сложно. Ведь дело не в том, что вот не хват настоящих буйных мало. Вот найдется какой-то там буйный, вот провозгласит лозунг, и мы за ним пойдем. Не надо четко выстраивать, реальную трехпартийность. Не вот эту вот искусственную, а реальную, чтобы не из администрации президента определяли, кого пропускать, и кто в депутатских списках записан. Вот. Нужны реальные голоса. И при этом нужно реально считать. Нужны те избирательные комиссии, в которых сидят не эти крепостные, крепостные от АНА, врачи и учителя, которые подписывают переписываемые протоколы, потому что они крепостные. Вот. А нужны комиссии из представителей самих же конкурирующих политических сил. Вот. Это очень непростая задача создавать такую относительно современную политическую систему. Петр Владимирович, а вот вопрос. Вы упомянули партию АУ. Если рассматривать зарегистрированную политическую партию как ресурс, при помощи которого можно что-то и изменить в существующей системе и поучаствовать в выборах, то вот допустим, тот факт, что через партию АУ не приходят серьезные политики, никто этот ресурс не использует. Может быть, он объясняется тем, что происходило как раз с ОСДП? Ведь если вокруг партии возникают какие-то движения, если внутри партии начинаются какие-то разборки, перераспределение мест, то обязательно это скандал, это слив информации, это донесение до общественности, что любая из существующих партий сегодня это нечистая структура. Партия это та арматура, которая пронизывает государственное устройство, она собирает некое волеизъявление снизу и передает его наверх. И наоборот, властный импульс передает вниз. Она действительно должна быть реально работающей связью. А у нас сегодня партии работают только по отмашке. Вот если администрация разрешила зарегистрировать, ее зарегистрируют, сказали там не надо, ее не зарегистрируют. Администрация сказала, ну ладно, если за вас действительно будут неплохо голосовать, мы там посмотрим, возможно, вы пройдете. Но только список покажите, кого вы там собираетесь. Так, ну ладно, а вот этого уберите. Вот. Ну, это же такая искусственная игра, а она очень привычная, она отработанная. И по этой игре выбрали Такаева, между прочим. Не он же создавал такую систему, но он стал президентом через такие выборы. Вот. А следующие выборы уже ему проводить. И у него очень мало возможности что-то поменять. но чем дольше он будет не менять, тем сильнее все это дело будет, ну, во-первых, прокисать, а в условиях кризиса, а кризис же усугубляется, не просто прокисать, но и вспучиваться пузырями, оборачиваться крупными и непредвиденными неприятностями. Вот. У нас с экономикой все достаточно сложно, и правительство явно не способно обеспечить тот самый экономический рост, который требует президент. Но у нас политика еще сложнее. Чтобы все-таки дораскрыть вопрос с существующими политическими партиями, хотела бы получить какие-то уточнения. Вы назвали это игрой, но это игра, в которую включены какие-то денежные потоки. Вот, например, когда у нас встречается такой слив информации, как в случае с Ермуратом Бапи в конце прошлого года, он говорит, что в день, когда его назначили председателем партии ОСДП, он узнал, что у партии есть долг в размере 200 тысяч долларов. Он отметил, что написал расписку, где обязался выплатить этот долг. Но мы же понимаем, что все это как-то нелогично, и все это игра, игра интересов. Что значит человека назначают руководителем партии, и он сразу подписывает расписку, что выплатит долг в 200 тысяч долларов. А почему нелогично? В нашей ситуации совершенно логично. И именно так и есть. Именно так и есть. У нас же партии это, ну, скажем так, частные проекты. И они финансируются, скажем так, частным образом. Попробуйте найти в законе о политических партиях четкую регламентацию, как партия себя финансирует. Как партийную фракцию финансируют в парламенте, если ее туда пропустили, это известно из бюджета. И правильно делают, что так. А как партия себя финансирует? Вы когда-нибудь видели баланс доходов и расходов партии Нур-Атан? Или я начинаю с самого уважаемого, с самого верха. Откуда она деньги берет? Ну, и про другие партии то же самое. Это частные проекты. Понятно, что у партии есть некие формальные счета, там, какие-то обороты. Без этого же нельзя, все-таки юридически. Но если мы можем допустить, что Раскалиев, допустим, действительно финансировал в какое-то время ОСДП, то Нур-Атан все-таки это несколько другая структура. То есть, с точки зрения финансирования, совершенно то же самое, просто несколько иные объемы, во много раз больше. А так, некие способы финансирования. И то, что Ермурат, придя на партию, значит, кто-то обговорил, с кем-то согласованно, обнаружил, 200 тысяч, партия должна, ну, он должен, кому-то должен. Ну, почему нет? Ведь Туикбай уходил из председателей, оставил партию. Ну, он-то, конечно, просто так ушел и оставил все, что называется, бескорыстно. Вот. Ну, в любом случае, это частный проект, который требует финансирования. И откуда-то это финансирование берется. Кто-то кому-то дает, занимает, кто-то должен отдавать и все такое. Один бескорыстно оставляет долги, а второй принимает руководство, обязуясь выплатить определенную... Но мы же с вами не видели, как оно было на самом деле. Я вам просто рассказываю, что четкой регламентации финансирования партии в Казахстане нет. Тоже промежуточная ситуация. И хотелось бы тогда в завершении нашего разговора вернуться к той теме, с которой мы начинали. Дело ОПГ Раскалиевых. На скамье подсудимых тогда оказались 22 человека. объемы дела составили 800 томов. Уголовное дело 800 томов. Одним розчерком пюра генеральный прокурор отменяет всю проделанную работу, отменяет решение, отменяет все эти 800 томов. Что происходит по-нашему сейчас? А вы чего от меня хотите? Сказать, что когда-то была генеральная прокуратура не права? Да ни за что не скажу. Всегда она была права. И когда 800 томов создавалось и все конфисковывалось. И когда назад если назад есть если верить вот этой информации и тогда она права. Вот. ОПГ организованная преступная группа а одновременно эта группа члены этой группы занимали тогда должность во время этой своей ОПГ? Да, занимали. Это было Кимобласти и его люди. То есть это одновременно была часть власти. Я же не говорю что власть это организованная преступная группа. Я просто говорю что это совпадает. И ведь опять же повторяю у нас периферийный капитализм вывозной капитализм у нас политическая верхушка работает вместе с иностранными собственниками экономики на вывоз. У этого Бергея Рыскалеева счета где? В Казкоммерсбанке или где-то там за рубежом. И наверное эти его деньги это не совсем его личные частные деньги. Это некий я извиняюсь общак. Я так могу предположить. Ведь если система не опирается на структурированные те же политические институты но на что-то же она опирается на кланы она опирается. и западный клан там вся нефть они же тоже должны что-то иметь. А у кто должен быть лидером вот такого клана? Наверное человек имеющий официальную должность потому что а кто еще может быть лидером? Ну не религиозный же будет лидер у этого объединения. Еще один нюанс создается такое впечатление что казахстанская общественность думающая в большинстве тоже смотрит на такие вопросы философские примерно как и вы вот допустим короткая юбочка где-то и реакция на нее вызвала просто бурный всплеск бурное обсуждение в соцсетях а информация о том что признанному судом руководителю ОПГ возвращают имущество как нажитое честным трудом вот эта информация проходит как-то так незаметно ну можно это назвать и философским отношением к жизни можно назвать что просто мы фиксируем то что есть вот причем я же это фиксирую не для насмешки и не для утверждения что так этот мир так устроен и по-другому не может быть мы с вами говорим об этом потому что считаем что это конечно совершенно неправильно что это надо переделывать вот но это переделывается очень непросто и мы своими словами пытаемся объяснить в том числе вот этому электорату который который пойдет голосовать а потом за него будут рисовать результаты что ребята в этом мире от нас тоже кое-что зависит и давайте делать то что от нас что можно вот мы с вами это делаем спасибо вам за интервью до свидания спасибо спасибо